Здравствуйте, уважаемые девушки! Мы планомерно продолжаем двигаться к достижению нужной вам цели. А именно к достижению красивой, спортивной, сексуальной фигуры. На предыдущих двух занятиях мы рассмотрели краеугольные вопросы питания, после которых я вам дал два задания. Первое задание оказалось стандартизацией рациона, то есть вы научились постоянно кушать одно и то же количество энергии, калорий, пищи каждый день. Второе задание, это после того, как мы получили контроль над рационом, мы начали использовать этот контроль, управлять им. Второе задание касалось уменьшения количества рациона за счет углеводов. Для того, чтобы это привело к постепенному жирожиганию. Ну, вы знаете мое отношение к вопросам диеты и к вопросам тренировок. Вы знаете, что я в плане изменения женской фигуры отдаю предпочтение вопросам питания. Для этого есть очень простое объяснение. Дело в том, что эффект от изменения питания на женском теле будет виден гораздо быстрее, чем эффект от изменения тренировок. Для этого есть простое объяснение. Потому что ломать не строить. То есть жир у нас горит, разрушается гораздо проще. Этого можно достигнуть за пару месяцев, чем строительство новых мышечных структур. Для чего нужны многие-многие месяцы и даже годы тренировок. Именно поэтому мы с точки зрения целесообразности рассматривали в первую очередь именно вопросы питания. Но это не значит, что мы не будем рассматривать вопросы тренировок. Потому что когда нам нужно не убавить в каких-то местах, а добавить в этих местах, ну допустим в ягодичных мышцах, то в общем-то вопросы питания нам тут не помогут. Нам тут нужна именно какая-то система, которая позволит нам растить мышцы в этих районах. А для этого могут помочь нам только тренировки. И сегодня мы как раз будем закладывать камень в эту стену. Один из самых популярных вопросов у многих девушек касается различного вида тренировок и их способностей менять фигуру. Кто-то верит в колонетику, кто-то в аэробику, кто-то в массаж, кто-то в другие виды физической активности. Но милые девушки, не хочу вам пудрить мозги и скажу правду, скажу как есть. А правда заключается в том, что самым эффективным способом наращивания мышечной массы в нужных местах является тренажерный зал. Где вы проводите силовую тренировку, то есть тренировку со штангой, гантелями или на силовых тренажерах. Почему я так категоричен? Дело в том, что вокруг очень много недобросовестной рекламы, которая пудрит нам мозги, пользуясь нашим незнанием вопроса. Сейчас не буду очень глубоко погружаться в биохимию, потому что это отнимет слишком много времени. Вам сейчас придется просто поверить мне на слово. Суть заключается в том, что есть физическая нагрузка анаэробного характера, которая лучше всего воздействует на мышцы. Это то, что вы знаете, как бодибилдинг или фитнес. То есть любая нагрузка в тренажерном зале. А есть все остальное. Так вот, суть заключается в том, что первый вид нагрузки создан для специализированного решения нужных нам задач. А все остальные нагрузки не созданы для специализированного решения нужных нам задач. С помощью аэробики, например, вы можете снизить процент подхожного жира или улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Но вы никогда с помощью аэробики не сможете накачать нужные места в вашем теле так же, как с помощью штанги и гантели. Просто потому, что это разные процессы на уровне биохимии. То есть как на уровне энергетики в аэробике используется аэробное окисление, а в тренажерном зале анаэробный гликолиз. Так и на уровне мышечных волокон, которые вовлечены в работу. В первом случае у нас используются медленные волокна, а во втором случае у нас используются способные для роста быстрые мышечные волокна. Это разные процессы. Соответственно, один способ будет эффективен для изменения вашей фигуры, а второй способ будет вообще неэффективен. Ну отлично, силовыми упражнениями решили, да, это самый эффективный способ. Мы будем работать в этом направлении. Какие именно упражнения мы будем использовать, какие мышечные группы мы будем тренировать. Если мы посмотрим на мужчину и женщину, то увидим, что в принципе они очень похожи. Две руки, две ноги, одни и те же мышечные группы, там грудные, спина и так далее. Но, есть отличия. У мужчин верх тела более развит, чем у женщин. То есть, если женщина очень сильно разовьет верх тела, то будет это смотреться уродливо, потому что будет диспропорционально. Женская фигура изначально физически, а генетически не приспособлена для того, чтобы был такой мощный плечевой пояс. Поэтому, мощный акцент на тренировке верха тела, пожалуй, делать не стоит. Хотя, с другой стороны, даже если вы это будете делать, у вас все равно не получится его накачать уж очень страшным. Те дамочки, которые вы видите на соревнованиях по культуризму, все используют мужские половые гормоны. Потому что без этого у них бы не получилось такое уродство. То есть, вы в принципе можете делать акцент на тренировку верха вашего тела. Но я бы вам не советовал. Потому что, за что мы любим девушек? Ну вот, если так вот правде в глаза посмотреть. Вот проходит девушка. На что мы, мужики, смотрим? Мы смотрим на грудь, на попу и на ножки. Но вот не будем ханжами. Вот мы такие мужики. Мы не смотрим на глубокий внутренний мир, вот когда мы только девушку увидели. Это вообще, знаете, как бы очень странно, когда она говорит, я хочу, чтобы он ценил во мне мою душу, а не мою внешность. Мне так и хочется ей сказать, ну тогда тебе к Люциферу, милая, вот ему твоя душа нужна. А мы простые вот мужики, нам грудь, ягодицы, ножки. Все. Ну, грудь мы обсуждать не будем по одной простой причине. Потому что женская грудь это не мышца. Женская грудь это молочная железа плюс жир. А раз это не мышца, соответственно, мы с помощью силовых упражнений не можем на нее воздействовать, не можем ее увеличивать. Это миф. То есть грудь мы отбрасываем, но у нас остаются ягодицы, у нас остаются ножки. А вот это вот уже мышцы. И это очень женственные мышцы. Потому что мы, мужики, ну постоянно на задницы заглядываемся. Так как же нам тренировать эти задницы? Два самых идеальных упражнения для любой девушки и женщины это приседание со штангой на плечах и мертвая тяга на прямых ногах. Эти два упражнения в женском арсенале должны занимать то же самое место, что, допустим, жим штанги лежа и подтягивания для мужиков. Ну то есть такие вот главенствующие упражнения. Почему? Потому что они целенаправленно прорабатывают на самые сексуальные, на самые главные женские мышцы. То есть это ягодицы и ноги. Ну и начнем мы сегодня с самого главного. С приседаний со штангой. Некоторые женщины боятся этого упражнения, оправдывают ту боязнь тем, что, дескать, у них некрасивая попа и приседания со штангой еще больше ее изуродуют, увеличат. Это заблуждение. Потому что в 100% случаев, когда вы видите девушку с большим, уродливым, некрасивым задом, это говорит о том, что там много жира, а не много мышц. То есть в 100% случаев речь идет не о том, что она там наприседала некрасивую попу. Речь идет о том, что она пережрала вредных калорий. Все. Других объяснений просто нет. Запомните, залогом красивой сексуальной женской попы является большая ягодичная мышца натренированная и маленький процент подкожного жира. Любое новое движение, которое вы начинаете делать, у вас вначале получается гораздо хуже, чем в будущем. Постепенно вы все лучше и лучше изучаете упражнения. У вас повышается КПД мышечного сокращения в процессе работы по этому упражнению. У вас улучшается нейромышечная связь с нужными мышцами в процессе выполнения этого упражнения. И это приводит к большей отдаче от выполнения этого упражнения. К чему я это все говорю? К тому, что первое время вы будете тренироваться не в полную силу. В первое время вы будете формировать свою технику. Вы будете учиться сокращать нужные мышцы правильно. А для этого вам потребуется регулярно, часто делать приседания, во-первых. А во-вторых, делать их без веса, либо с очень маленьким весом. Это то, что я называю молитва на ночь. Суть очень простая. Каждый день перед сном вы тратите пару минут на то, чтобы делать воображаемое упражнение без веса. Либо с очень маленьким весом. То есть вот вы встали перед зеркалом или без зеркала. Можно даже положить себе руки на ягодицы. И делаете приседания. Причем не просто делаете, а пытаетесь делать технически верно. То есть ту технику, которую я чуть попозже вам расскажу, вы постоянно ее контролируете. Постоянно контролируете сокращение нужных вам мышц. Для этого вы можете даже руки на них положить. Ваша задача изучить идеальную технику для того, чтобы нагрузка в упражнении шла туда, куда нужно. То есть целевые мышцы в ягодице, а не во второстепенные мышцы. А не в кости, не в суставы, не дай бог. Но чтобы это происходило, нужно сформировать качественную ментальную связь с мышцами, во-первых. А во-вторых, для этого нужна быть идеальная техника, про которую я вам сейчас буду говорить. Вот на это вам нужно потратить от нескольких недель до нескольких месяцев. Вам торопиться некуда. Вы пока контролируете свой рацион, вы двигаетесь вперед. А параллельно, вот у вас идет еще одна задача. Вы формируете правильную технику в приседаниях. Приседания, те, которые я вам буду сейчас рассказывать, самое главное упражнение для женщины. Потому что я вам буду рассказывать не про простые приседания, я вам буду рассказывать именно про женские приседания. То есть те, которые лучше всего развивают самые сексуальные женские мышцы. И только после того, как у вас будет сформирована правильная техника, вы сможете переходить к полноценным тренировкам в тренажерном зале, увеличивать вес на штанги и так далее. В общем, ваше третье задание, то, про которое мы сегодня говорим, будет заключаться в следующем. Вы должны каждый день перед сном потратить несколько минут на приседания без веса. Это нужно для формирования нужной нейромышечной связи между вашим мозгом и вашими ягодичными мышцами. Ну вот, собственно говоря, теперь мы можем переходить к изучению правильной техники выполнения женских приседаний. Ну, думаю, вы уже поняли, что мужские приседания и женские отличаются принципиально. Потому что ставят перед собой разные цели. Мужские приседания не акцентируют нагрузку на квадрицепсах, те, которые над коленями. И минимизируют нагрузку над ягодичными мышцами. А женские приседания, наоборот, акцентируют нагрузку на ягодичных, на вашей попе и минимизируют нагрузку на квадрицепсах. Но зачем вам эти страшные колдобины над вашими коленями? Я думаю, вы теперь понимаете, почему так происходит. То, что сексуально для одного пола является отвратительным для другого. И наоборот. Именно поэтому такая существенная разница в мужских и женских приседаниях. Хорошо. Какие же... Вы поняли, да? То есть, что приседания, они могут акцентировать нагрузку на разных мышцах. Могут там на квадрицепсах, могут на ягодичных. Женские приседания акцентируют нагрузку на ягодичных мышцах, на вашей попе. Как сделать правильно технику выполнения женских приседаний? Итак, приседания упражнения непростое. Непростое, потому что требует согласованной работы ряда суставов и мышечных групп. Если вы никогда раньше это упражнение не делали, то согласованно работать, включать в работу нужные мышечные группы и суставы вам будет сложно. Но то, что сложно вначале, будет легко потом. К чему я это все говорю? Потому что я сейчас вам буду показывать особенности выполнения женских приседаний относительно различных суставов. Но сразу идеально у вас не получится. Во время своих вечерних практик, во время молитвы на ночь, постарайтесь вначале концентрироваться хотя бы на одной-двух рекомендациях, на одном-двух суставах. Хорошо. Меньше текста, больше дела. Начнем сверху вниз. Во время приседаний со штангой положение головы. Голова должна находиться прямо или быть направлена чуть вверх. То есть во время приседаний нельзя наклонять голову вниз. Потому что если вы будете наклонять голову вниз, то вы будете заваливаться вперед, и спина у вас будет круглиться. Это будет нарушать технику, и что самое опасное, это может приводить к травмам. Поэтому, чтобы этого не происходило, во время приседаний мы должны смотреть строго перед собой или даже чуть вверх. Если мы это делаем, то тогда у нас спинка выпрямляется, положение становится более комфортным, вероятность травмы уменьшается. Итак, первая рекомендация по поводу головы. Голова у нас направлена вперед или чуть вверх во время приседаний. Идем дальше. Спина. Очень важно, чтобы во время выполнения приседаний ваша спина была прямой. Прямой в том плане, что грудь вперед, попа назад. И у нас сохраняется прогиб поясницы. Вот этот вот прогиб, он должен сохраняться на протяжении всей амплитуды приседаний. Спина не должна округлиться в нижней точке. Как это выглядит? Вот вы начинаете приседать, присели. Видите, прогиб у меня сохраняется. Если вес очень большой или техника неправильная, бывает происходит вот такая вот штука в нижней точке. Оп! И дальше обратно пошли. Присели, клюнули, обратно пошли. Это неправильно. Присели, оп! То есть, видите, нарушается прогиб. Прогиб должен быть всегда. И в нижней точке, и в верхней. Вторая рекомендация. Спина должна быть всегда прямая. Хорошо, идем дальше. Теперь по поводу наклона вперед. То, что у вас прямая спина, это вовсе не значит, что она должна находиться перпендикулярно относительно земли. Наклоняться вперед можно. Более того, в женских приседаниях это даже нужно. Если мужчины приседают достаточно прямо, то есть, достаточно перпендикулярно, то женщины должны приседать с большим наклоном вперед. То есть, больше выводить корпус вперед. Почему? Потому что чем больше наклон вперед, тем больше работают разгибатели спины и ягодичные мышцы. В общем-то, то, что нужно женщинам. Ну, а мужчинам больше нужны квадрицепсы. Соответственно, они стараются приседать более прямо. Вывод. Не бойтесь во время приседаний наклоняться вперед. В этом нет ничего страшного. Бойтесь других двух вещей во время этого. Бойтесь, что у вас будет круглиться спина. То есть, если вы наклоняетесь слишком сильно вперед, а вес очень большой, вы можете начинать клевать. То есть, это говорит о том, что у вас спина слабая, техника слабая, и вы в нижней точке округлите спину. Это очень опасно. Может быть травма. Первое, чего вы должны бояться. И второе, чего вы должны бояться, что колени у вас могут выйти за носок. Видите, какая ситуация? Почему так происходит? Потому что таз у нас смещен вперед. Если вы заваливаете, наклоняетесь вперед, это должно относиться только к верхней части вашего корпуса. Но ни в коем случае не к тазу. Если вы завалились вперед не за счет корпуса, а за счет таза, то колени у вас выезжают за носки. Ну, блин. Вот, видите? В обычных приседаниях так не должно быть. Если вы заваливаете вперед, колени выходят. То, что колени выходят вперед, создает очень травмоопасную нагрузку на ваши коленные суставы. Такого быть не должно ни в коем случае. Особенно в таких тяжелых базовых упражнениях, как приседания. Поэтому, наклоняйтесь вперед, это все правильно. Но следите за тем, чтобы у вас не круглилась спина в нижней точке. И чтобы у вас колени не выходили за носки. Как этого достигнуть? Чтобы у вас получалось все правильно, вам нужно уравновесить наклон корпуса вперед чем-то. Чем вы уравновешиваете наклон вперед? Вы уравновешиваете оставлением ягодиц назад. То есть, вот у вас наклон вперед пошел. Чтобы вас вперед не завалило, вам нужно отставить ягодицы назад. Тогда у нас будет посередине баланс. И нам не нужно будет выводить колени вперед. То есть, следующая рекомендация, которую вы должны постоянно держать в своей голове. Это в том, что во время приседания вы отставляете попу назад. Спина прямая, грудь надули. Наклоняемся вперед, а попу отставляем назад. Это не так просто, как может многим показаться. Для того, чтобы сформировать нужный навык. Вам вначале я рекомендую садиться на низкий табурет или низенькую скамейку в тренажерном зале. То есть, первую, допустим, тысячу повторений, которые вы сделаете суммарно, вы должны опускаться не на ноги, а опускаться на очень низкую скамейку. То есть, поставили скамеечку и вот. Если вы будете знать, что там внизу находится скамейка, вы автоматически будете приучать себя отставлять ягодицы назад, как во время приседания. То есть, вы садитесь, садитесь. А там же у меня скамейка, блин. Оп! Не надо в нижней точке полностью распределять весь вес. Достаточно просто коснуться. Оп! Пошли дальше. Оп! Кстати, это вот, если различные этапы вы будете осваивать, привыкать к ним, первое, с чего вы должны начать, это все-таки именно с низкого табурета и с прямой спины, с наклона вперед. Устали просто вечером сегодня и думаете, так, мне нужно сейчас сесть на табуретку, смотрю я немножко вверх, спина прямая, грудь вперед. Так, сажусь на табуретку, наклоняюсь. А все остальные нюансы уже потом, постепенно мы будем корректировать. Итак, что мы поняли? Голова смотрит прямо или чуть-чуть вверх. Договорились. Спина с прогибом всегда прямая. Договорились. Наклон вперед. Наклоняемся. Договорились. Но попу отставляем назад для равновесия, чтобы колени не выходили вперед, чтобы поясница не круглилась. Договорились. Двигаемся дальше. Амплитуда. Насколько глубоко надо приседать? Потому что, вы, наверное, слышали, чаще всего есть такие рекомендации, приседать до параллели. То есть, ноги параллельны полу. Это хорошая рекомендация для мужчин. Женщинам нужно приседать глубже. Почему? Потому что, чем глубже вы приседаете, тем больше включаются в работу ягодичные. Мужчины этого не делают сознательно, чтобы у них не было гипертрофированных ягодичных. Женщинам, наоборот, нужно это делать, чтобы у них были гипертрофированные ягодичные. Ну, в общем-то, есть... Вот почему я, кстати, говорил, что нужно использовать низкую скамейку. Если вы поставите высокую, то она будет вас ограничивать. А вот если у вас будет стоять низкая скамеечка, вы будете опускаться так, как нужно. То есть, оп-оп-оп, мужчина бы остановился тут, а вы идете глубже. Запоминаем. Глубоко опускаемся. Соответственно, идет корректировка и по амплитуде. Раз у нас мы опускаемся глубже, чем мужчины во время приседаний, соответственно, общая амплитуда низ-вверх-вверх-низ у нас получается больше, чем в классических мужских приседаниях. Это вполне естественно и логично. Но есть один очень важный нюанс по поводу правильной амплитуды. Амплитуда у вас должна быть это то, что я называю работать внутри амплитуды. Как обычно, почти все тренируются во время приседаний. В среднем люди делают примерно следующее. Опустились, поднялись. Это неправильно. Почему неправильно? Потому что в верхней точке мы сняли нагрузку с мышц наших и положили нагрузку на суставы, тазобедренные и коленные. А там нагрузки никакой нет. У нас нагрузка прыгающая и ломающая. Как правильно? Правильно работать не в полную амплитуду, вот это вот верх амплитуды. Когда мы до конца разогнулись, то получается мы закрыли амплитуду. Этого не должно происходить. Вы должны останавливаться, не доходя до самого конца. Вот где-то вот тут. То есть вы опустились, поднялись. Вот этого у меня нет. Еще раз. Опустились. Ягодицы растянули. Встали. Ягодицы напряжены. Ноги напряжены. Это верхняя точка. Если я делаю вот это вот движение, то вся нагрузка у меня уходит вдоль позвоночника, вдоль суставов. Она уходит из мышц. Это получается не тренировка, а... Ладно, у нас сюжет для девушек, поэтому не будем утереть. В общем, это неправильно. То есть надо работать в середине амплитуды. Ведь вы тренируете свои мышцы. Ваша задача, чтобы нагрузка пошла в целевые мышцы. А когда вы нарушаете технику, когда работаете в полную амплитуду, у вас нагрузка уходит в не то, что нужно. Уходит во второстепенные мышечные группы. Уходит в суставы, в связки. Это может приводить к травмам. А самое главное, что ваши ягодичные не дорабатывают. Это очень важная рекомендация. Еще раз. Вы работаете внутри амплитуды. Оп! У вас постоянное напряжение. Вот этого вот у вас нет. Если вы посмотрите в тренажерных залах, что мужчины, что женщины, у них это почти у всех есть. Навесят там себе миллион килограмм и занимаются фигней. Вот. Это что касается амплитуды. Теперь нужно сказать пару слов о положении наших стоп. Положение стоп очень важно во время приседаний. Тут есть некоторые нюансы. Во-первых, мы можем стопы поставить узко, можем поставить стопы широко. Второй нюанс. Мы стопы можем по-разному развернуть. Можем развернуть так, можем развернуть так, можем развернуть так. И все это будет влиять на нагрузку, на различные мышечные группы. Давайте начнем с первого. Ширина постановки ног. Чем ноги уже находятся, тем больше работают квадрицепсы. То есть, вот эта вот часть. Особенно фронтальные части. Вот эти вот. Если вы девушкой хотите, чтобы у вас над коленями были такие вот колдобины, то тогда вам нужно приседать именно с узкой постановкой ног. И тогда вы будете просто ужасны. Вот. Ладно. Если по существу, то нам нужно приседать с более широкой постановкой ног. Почему? Потому что чем шире ноги, тем больше работают ягодичные мышцы, и тем больше работают приводящие мышцы бедра. Запоминаем. Ягодичные, приводящие. В общем-то, то, что нам нужно. То есть, женские приседания используют более широкую постановку стоп. С первым разобрались более-менее. Понятно. Второе. По поводу разворота. Ну, давайте по порядку. Если мы будем разворачивать носки в сторону друг друга, то такая постановка ног будет более травмоопасной для наших коленей, и такая постановка ног больше акцентирует нагрузку на тех же самых фронтальных частях наших квадрисексов. То, что женщинам не нужно. Такая постановка ног не для женщин. Если мы будем разворачивать ноги, носки в разные стороны, то тут у нас начинается другая песня. Чем шире разворот носков, чем дальше они друг от друга, внимание, тем больше работают приводящие мышцы, тем меньше работают ягодичные. Понимаете? Сразу скажем, что при такой постановке ног, при таком развороте носков возможно приседать только когда мы поставим ноги пошире, вот такая балерина у нас получается, потому что вот так приседать, ну извините, балет-щелкунчик, вы только себя поломаете. То есть разворачивать в стороны мы можем носки только когда ноги ставим пошире. но я вам не рекомендую этим увлекаться, потому что если вы развернете носки за ваши колени, то есть очень широко, то при такой постановке ног у вас будет больше работать вот эта часть внутренняя приводящие мышцы, а нам нужны ягодицы. Поэтому внимание, рекомендация, ваши носки всегда должны быть направлены в сторону ваших коленей. Понимаете? То есть вот поставили ноги, колени направлены туда, соответственно мы туда направляем и носки. не так, не так, вот так. И тут то же самое. Носки наши всегда направлены в сторону коленей. При такой постановке ног у нас получится более оптимальная загрузка ягодичных мышц. В общем-то то, что нам как бы и нужно. И третий нюанс. Я вам рассказал про ширину стоп, я вам рассказал про разворот стоп. Есть еще касательно стоп третий нюанс важный. Касается чем вы толкаться будете? Поясняю. Во время приседаний вы можете толкаться носками, вы можете толкаться пятками, вы можете толкаться внешней стопой, внутренней. в мужских приседаниях да в принципе и в женских тоже я всегда рекомендую приседать с опорой на пятки и внешнюю сторону. Пятки внешняя сторона. Это не значит, что вы вот так должны стоять. Это значит, что просто во время приседаний вы концентрируетесь, отталкиваетесь мысленно пяточками и внешней стопой. Основная сила у вас идет по пятке и внешнему краю. Есть разные точки зрения на этот счет. Многие наверное видели, что подкладывают спортсмены подкладки под пятки во время приседаний. Это делается в двух случаях. Либо когда голеностоп не разработан, гибкости не хватает в голеностопе и человеку приходится для увеличения амплитуды подкладывать под пятку брусочек какой-нибудь. И второй случай когда нужна более изолированная работа на тех же самых квадрицепсах на вот этих вот мышцах. Женщинам это не нужно поэтому женщинам приседать с брусочками нежелательно. Женщина если ей не хватает гибкости в голеностопе пусть она просто пошире ноги поставит и поглубже опустится. Более широкая постановка ног позволит ей поглубже опуститься это больше загрузит ягодицы. То есть я считаю что для женщин подкладки подпятки не нужны во-первых а во-вторых толкаться нужно мысленно пяточками и внешней стопой. Тогда все будет замечательно работать. Отлично! Почти закончили! Совсем чуть-чуть осталось. Скорость выполнения упражнения очень настоятельно просто вам рекомендую делать упражнение медленно очень медленно очень медленно это где-то 2-4 минуты на опускание и столько же на поднимание может быть еще медленнее то есть ну давайте примерно покажем опустились медленно поднялись опустились поднялись очень медленно это считается очень медленно Опустились, поднялись Чем медленнее, тем лучше Почему? Ну потому что вы не силовик, вы не пауэрлифтер Вам рекорды никакие ставить не нужно Ваша задача загрузить целевую мышечную группу Чем медленнее вы делаете упражнение Тем лучше концентрация на этой мышечной группе И тем больше она загружается в работу Поэтому выполняем упражнение подчеркнуто медленно Так, отлично, дальше у нас идет дыхание Ну с дыханием все в принципе просто По общему правилу, это будет относиться ко всем упражнениям У нас выдох на усилии Усилие у нас когда? Усилие когда мы будем подниматься вверх Вот мы приседаем, набираем воздуха А когда поднимаемся вверх, выдыхаем Приседаем, набираем воздуха Набрали воздуха, выдохнули Это по общему правилу будет во всех упражнениях То есть когда у нас негативная фаза в любом упражнении Вот мы опускаемся, жмем, разводим, тянем Во время негативной фазы мы набираем воздуха А во время позитивной фазы, когда мы преодолеваем вес Мы его выпускаем Вот то же самое в приседаниях Это в общем-то основные пункты, нюансы приседаний Которые я вам хотел сегодня рассказать Отнеситесь к этому серьезно В завершении В завершении перед любыми приседаниями Но пока вы еще не будете грузить себя в тренажерном зале Пока мы в ближайшие пару недель, а то и месяцев будем изучать технику дома Молиться на ночь Молиться на ночь Но когда вы попадете в тренажерный зал Очень серьезно относитесь к разминке Перед тем, как приседать с весами Вы должны разогреть свои ноги Разогреть свои коленные суставы Как это делается Для этого нужно будет сделать несколько подходов приседаний С легким весом То есть первое можно вообще без веса Чтобы вспомнить идеально всю технику Потом чуть-чуть добавить Нагрузочка маленькая, очень легкая Вам проще контролировать технику Она постоянно у вас откладывается в голове И только постепенно, во время самой тренировки Вы уже настраиваете свои мышцы Свою связь, мозг мышцы в работу И когда вы уже добавляете веса У вас техника идеальная Она способствует идеальному напряжению Нужных целевых мышечных групп То есть не забываем про разминку Ну, в общем-то, давайте по-быстрому пробежимся Что мы поняли Взгляд прямо или чуть-чуть вверх Для чего? Для того, чтобы грудь у нас надулась Спинка у нас прогнулась Попа у нас отставилась Дальше начинаем опускаться на табуретку Попу отставляем назад Назад, грудь наклоняем вперед Опустились низко Идем вверх, выдыхаем Работаем внутри амплитуды Вот этого вот нет То есть вначале постарайтесь Вы не сможете все держать в голове Постарайтесь во время первых своих занятий Первых своих практик Держать в голове направление взгляда Отставленную попу и прямую спину Потом, когда вы к этому привыкнете Через пару занятий Пусть там через пару недель Вы сможете глубже концентрироваться На положении стоп На положении коленей На том, как вы толкаетесь Как распределяется нагрузка Но все сразу в голову вложить невозможно Поэтому вначале Вы должны на автоматизме Наработать самое главное Не получается у вас там Допустим, держать в голове Наклон Что нужно оставлять попу Там Положение стоп и так далее Бог с ним Держите в голове что-то одно Первое, второе, третье задание Оно у вас отложится И в следующий раз Когда вы начнете делать то же самое Вам уже не нужно будет об этом думать Голова освободится для следующего нюанса И вот так вот постепенно Если вы будете ставить перед собой такую задачу У вас формируется идеальная техника женских приседаний То есть у вас будет работать то, что нужно Это будет происходить очень эффективно И не так, как у большинства людей Которые сейчас занимаются ахинеей в тренажерных залах Ну, я надеюсь, у вас все получится Вот такой вот в чем-то уникальный сюжет Во всяком случае в Рунете Такой информации Навряд ли вы где-либо еще найдете Но теперь вы ее знаете Еще раз вам хочу Сказать пару напутствий Ни в коем случае не гонитесь За каким-то очень большим результатом Не старайтесь бежать впереди паровоза Поработайте какое-то время без веса Либо с очень маленьким весом Сформируйте правильную технику Научитесь чувствовать нужные мышцы И только потом Начинайте прогрессировать нагрузку И увеличивать веса в тренажерном зале Вы увидите, что Будет небо и земля Очень существенная разница Я сейчас не хочу, чтобы вы Достигли какого-то очень моментального результата Очень быстро Это выдумывают только сказочники и обманщики Быстро только кошки плодятся Я хочу, чтобы вы достигли результата в принципе А для этого я подготавливаю вас постепенно По различным направлениям По двум основным направлениям Питание и тренировки Вот сегодня по тренировкам было первое задание Отнеситесь, пожалуйста, серьезно Кстати, по поводу питания Те два задания, которые мы выполнили На предыдущих неделях Они остаются в силе То есть у нас прошла сейчас еще одна неделя У вас был сокращен Углевод сокращен на 25% На одну четверть вы убавили На этой неделе вы взвешиваетесь Контрольное взвешивание Если у вас есть минус 0,5 Один килограмм То все замечательно Тогда на следующую неделю Мы рацион не меняем Зачем менять то, что работает Если минуса нету То тогда, внимание То тогда от того количества углеводов Которое было за прошлую неделю Вы отнимаете еще одну четверть Не от исходного количества 100% вот было А вот 75% от этого количества Которое было за прошлую неделю Вот от этих 75% Вы отнимаете одну четверть Ждете снова неделю Мы ждем, когда мы погрузимся Под нашу точку равновесия И когда у нас пойдет жиросжигание Наша цель 0,5-1 килограмм в неделю Больше не нужно Меньше допустимо Но если у нас есть 0 Либо вообще нету никакого минуса Это говорит о том, что Углеводы нужно сокращать То есть мы про это не забываем Мы двигаемся Все замечательно У нас все получится Главное, чтобы у вас не пропало Желание над собой работать И тогда Вы потом увидите, что все было Не так сложно, как казалось в начале Еще раз напоминаю девушке Что выпуски Пока у меня желание не пропало Пока будем регулярно Выпускать задания Чтобы не потеряться Два квадратика Ваш верхний То есть вы когда на него кликаете Вы подписываетесь на обновление На моем канале ютуба Соответственно следующий ролик Когда выйдет в принципе в сеть Вы увидите обновление И сможете его посмотреть Поэтому рекомендую На верхний квадратик Вам так сказать нажать Но нижний квадратик Это зайти в нашу закрытую секту подпольщиков И получать все материалы Видео, печатные, аудио Которые я создаю за неделю Не знаю, будет ли вам это интересно Но если возникнет желание Можете кликнуть и на нижний квадрат В основном я рекомендую его мужчинам Хорошо В общем-то все Что я вам хотел За сегодня сказать Настройтесь Наберите терпения Впереди очень много работы над собой Но она приятная Потому что она реально Будет вас менять С вами был Денис Борисов Выпуск блога Экстремального самосовершенствования Fit4Life.ru Я вам желаю удачи, успеха И да пребудет с вами сила Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!